Максим, скажите, а почему, когда мы с вами говорим о бриллиантах, мы говорим преимущественно о круглых бриллиантах? Есть ведь другие формы огранки? Круглые бриллианты лучше всего блестят. И примерно 90% всех бриллиантов это круглые. Они правда? Бриллиант это то, что бри блестит. Он должен блестеть. Круглая огранка блестит больше, поэтому в большинстве случаев люди хотят купить круглую. Люди хотят купить круглую, потому что они считают, что это стандарт. Это вот так нужно делать. На самом деле есть интересные огранки. Например, если вы хотите сэкономить овальная форма, потому что зрительно глаз оценивает овальный бриллиант, как будто это круглый с большим диаметром. Понимаете? То есть вы купили, например, 0,9, а зрительно он будет казаться как 1 карат. А он еще, учитывая, что и так-то на 25% дешевле, ого-го, сколько сэкономили. Потому что ведь для бриллиантов существует правило Тавернье. Цена растет пропорционально квадрату массы. То есть 1 камень в 2 карата стоит примерно как 4 камня в 1 карата. Вот извините, я отвлекся. Другая огранка – сердце. Как романтично подарить даме своего сердца камень с бриллиантом, ограненным в сердце. Смотрите вот на этот камень. Видите? Если у алмаза, алмаз – это не ограненный камень, да? Здесь большое включение, черное или какой-то другой дефект. Можно сделать из него круглый камень меньшего размера. А можно сделать относительно большой камень, а здесь выпилить. Вот так. И получится сердце. Он тоже стоит дешевле, чем круглый, такого же веса. Напоминаю, карат – это мера веса, да? Не размера. А еще так романтично. Покупают немало. Что касается других форм – подушка, изумруд – тоже покупают. Но обычно, когда уже есть 3-4-5 круглых камней. Точно так же, как цветные камни. Но цветные – это отдельная история. Об этом как-нибудь в другой раз поговорим. Итак, круглые камни блестят лучше, стоят дороже. Это более стандартная покупка. А почему круглые камни блестят лучше? Потому что гений Марселя Толковского. Марсель Толковский был из отвергнутской семьи ювелиров. А он учился оптики. Он рассчитал камень так, чтобы свет весь выходил через верхнюю часть. Поэтому при оценке качества огранки у всех фантазийных форм – овальный, груша, изумруд, кашин – есть только две характеристики – симметрия и полировка. А вот у круглого камня есть еще соответствия пропорций. И это гемолог рассчитывает для того, чтобы написать в сертификате. Обратите внимание, кстати, если вы зайдете на российские интернет-сайты, удивительно, 100% или 99,9% в периоде, процентов всех камней имеют огранку А. Это как представить, что в этом городе все красавцы. Уроды от рождения, изуродованные во время войны, в автокатастрофах. Но вот в этом городе все красавцы. Удивительно, а в остальном мире это не так. То есть камней с идеальной формой огранки совсем немного. То есть вот ничего лучше, чем эта форма Марселя Толковского не была придумана. Все остальное, то, что в Амстердаме делают, но еще большее количество на фирме Гассана – это от лукавого. Больше грани, чем 57. Больше и ошибок может быть. И она считается, кстати, эта форма тоже фантазийная. И, соответственно, фантазийная форма, я, по-моему, об этом уже говорил, стоит на 20, а то и на 30% дешевле. Камни с оценкой Гассаны стоят дешевле, вообще-то, по таблице Рапопорта. В таблице Рапопорта есть две таблицы – для круглых камней и для грушевидных. Практически все прочие фантазийные формы оцениваются как грушевидные. 57, потому что вот это вот площадка. От этого нечетное число. То есть 57 грани – это классика, а все остальное – это в какой-то мере китч. Ну, не китч, а фантазия. В слове китч все-таки есть некоторый негатив. Почему старые камни блестят меньше? Ведь старые камни могут быть очень белые, очень чистые, а блестят меньше. Не потому, что у них стерлись грани. Вот, например, у кубика циркония, который в России называют фианитом, или во всем мире, когда он хорошо огранен, называют Зваровским, он мягкий. У него грани стираются через некоторое время. У него плотность 6,5 в своей шкале молокса. И через некоторое время он начинает меньше блестеть. У бриллианта даже через 500 лет ничего не случится с гранями. Но там не так рассчитан, он был старой огранкой бриллианта. Поэтому старые камни нередко перегранивают. И, кстати, ведь большинство старых камней, известных во всем мире, перегранил Габи Толковский. Это был внучатый племянник того самого Марселя Толковского. Естественно, все это он делал. В Антвертоне. В Антвертоне. Мировая столица бриллиантов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова